В этом видео речь пойдет о внутреннем экзамене в МГУ. Перевод баллов, полезные материалы и несколько советов от меня. Поехали! Вот вам ценная информация, которой поделился преподаватель, проверявший работы в 2016 году. Как видно, есть несколько отличий от той разбаловки, что можно найти в сети на данный момент. За каждую задачу можно было получить 0 баллов, 1 треть или 2 трети балла или, если вы такие умные, полный балл. Но учтите, дробные баллы не складывались, поэтому когда вы видите в табличке 5, это значит 5 чисто решенных задач. В связи с этим, добрый совет, постарайтесь не гоняться за количеством, решите те же самые 5 задач, все, кто готовился качественно к ЕГЭ, это реально могут сделать. И только если осталось время, беритесь за стереометрию, восьмую задачу и сотка будет в кармане. У меня также для вас есть любопытная статистика по тому, как справились с задачами ребята с факультета ВМК, лучшего факультета России, по мнению паблика поступашки. В таблице не учтены данные подвоечникам, таких героев, кажется, было человек 15. На мой взгляд, статистика достаточно печальная, но стоит понимать, что многие сильные абитуриенты имеют дипломы Олимпиад и, соответственно, ДВИ им писать порою не приходится. Я думаю, вы уже успели полюбоваться на табличке, поэтому давайте сейчас поговорим немножко о материалах. Заметьте, что многие задачи ДВИ дополняют задачи ЕГЭ. То есть, если на ЕГЭ, например, тригонометрия вообще никакая, то на ДВИ она встречается, и я думаю, это не случайно. А коли так, постарайтесь первое – осилить тригонометрические неравенства. Это вариант 2015 года, мы, кстати, эту задачу третью разобрали. Там же нам попался метод вспомогательного аргумента и не только там. А вот и еще один вариант. И здесь для решения четвертой задачи потребуется уметь преобразовывать сумму тригонометрических функций sin3x плюс sinx в произведение, без этого будет туговато. С обратными тригонометрическими функциями у школьников дела вообще плохи. Вот поднимите руку, кто сейчас может решить без подготовки шестое уравнение, я посмотрю на вас. Пособий хороших достаточно много, было бы желание. Ищите проблемные для вас темы и пытайтесь их залатать. Тригонометрия, текстовые задачи. Планиметрию, конечно, в короткие сроки с нуля не поднять, но улучшить уровень можно. Вот, кстати, моя старая книжка, а то вы, небось, думаете, что я от Кучука только для видео открываю-закрываю. В общем, план минимум – это уроки 4, 5, 7. Отработайте их как следует. Меня еще спрашивали по восьмой задаче, но там надо сказать много что попадается. Повторите классические неравенства о срениях и функциональные уравнения – запросто могут встретиться. Кто уже одолел варианты 11-16 годов, что на сайте центральной приемной комиссии беритесь за более ранние. В старые добрые времена экзамен по математике писался раздельно по факультетам. Как по мне, самые сочные варианты у мехмата. На их основе, по брошюркам, которые некогда можно было купить где-то в районе шайбы ГЗ, я составил цельный вариант из восьми задач. Скачивайте его по ссылке в описании к этому ролику, и это будет мой подарок вам. Устройте себе четырехчасовое веселье в виде пробника и разберите ошибки. Если вдруг найдете какие-то опечатки, дайте знать. На этом все. Спасибо. Успехов. 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 Продолжение следует...